Приветствую вас, и знаете, отвечая на вопрос, чем живет счастливый человек, нужно сказать так, что счастье для каждого свое, то есть для каждого человека понятие – счастье, образ, счастье, контроль, и поэтому нельзя однозначно сказать, чем живет счастливый человек, но нужно обязательно отметить, что вот, как бы, постоянно счастливый быть нельзя, а счастье – это ощущение, это переживание, это чувство, чувство счастья, и оно, также, как и все остальные чувства, имеет, значит, свою интимность, да, то есть можно использовать счастье, эйфорию, можно испытывать чувство такой тихой радости, но в любом случае, осознание человека так устроено, что оно адаптируется к этому ощущению, оно привыкает к нему, и если вы достигли счастья, но дальше ничего не делаете, и просто приметесь, вот, сохранить это вот ощущение, то рано или поздно вы признаете тебя счастливым, брат, потому что привыкнет, или счастливым, брат, потому что привыкнет. И это привыкание заставляет человека вновь и вновь искать какие-то другие цели, которые бы сделали его счастливым, вновь на время, и потом опять, 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 опять. На самом деле, следствие случается в том, чтобы быть свободным, то есть, чтобы человека, человеческую жизнь контролировали не влечения, то есть чувственные желания, да, не желания какие-то, желания телесные, представленные, значит, в влечении, да, и желания, представленные и телесно, и интеллектуально, то есть, в сознании, а именно только сознательными желаниями, то есть волевыми. И в идеале, конечно, счастливый человек живет именно этими волевыми решениями, то есть его воля, его разум давляет нас чувствами, нас влечениями и так далее. И он, этот человек, значит, свои чувства, свои вот влечения направляет на пользу себя. Он не борется с ними, он не пытается себя подавить, он не пытается подавить себе какие-то недостатки, а он именно, значит, пользуется тем, что у него есть и направляет это, ну, в отдельное, каждое позитивное русло. И вот это, в принципе, и является, ну, если не сказать, это, в принципе, является залогом счастья, когда человек не пытается себя как-то вот, значит, как-то себя ужать, как-то себя, значит, переделать, а именно находит приложение, находит выражение, способ выражения своим, вот, уже имеющим способностям. Именно так и живешь ли вы человек. Также, ну, обязательно, ну, не сказать, что залогом внутреннего счастья, а внутреннее счастье, это, на самом деле, не сложно, что и внешне. А внутреннее, то есть, личностное счастье, это всегда гармония, спокойствие, уверенность в себе и так далее. То есть, гармония означает, что отсутствуют внутренние конфликты, внутренние противоречия у человека. Значит, спокойствие означает, что человек ничего не разращает, ничего не выводит из себя, ничего не заставляет нервничать, умолваться и так далее. А последний пункт, о котором я говорил, он достаточно общий. он подразумевает в себя образ жизни, который бы целиком и полностью вас устраивал бы, через который вы проявляли бы свои личностные качества, беспрепятственно, даже так, как вы того хотите. и для этого, для этого необходимо выполнять различные социальные роли успешных. То есть, это роль профессиональных, это роль родственников, близких родственников и так далее. Это роль представителя ПО, то есть, партнера в личных отношениях. Это роль родителей и это социальный роль. Реализация всех этих ролей позволит человеку максимально проявлять себя в жизни и тем самым быть удовлетворенным. У любого человека есть свои убеждения, идеалы, стремления. Соответственно, если личность живет в соответствии с этими своими убеждениями и идеалами, то она как бы находится в гармонии с собой. Если ее идеалы для нее важны и они для нее первоступенны. Никто на них не покушается, никто на них не посягает и так далее. Вот, пожалуй, так и живет счастливый человек. Дальше вы спрашиваете, можно ли жить другим человеком. Вы знаете, жить другим человеком, ну скажем, несколько опасно. Им, конечно, можно жить, но опасно. И опасно заключается в том, что другой человек может изменить цел. Он может бросить вас, допустим. Он может уйти от вас. Он может поменять свои желания. И все, что угодно с ним может случиться. И это зависит. То есть, если вы будете жить другим человеком, вы будете от него зависеть. А любая зависимость, как известно, это, ну, не совсем хорошо. Это, скорее всего, плохо. Поэтому, если кто-то живет другим, то это возможно лишь в том случае, если этот кто-то живет вами. Вот в этом случае, в случае полного, полной заимности, да, можно и нужно и другим человеком. Тогда это и есть счастье, это и есть грамотность. Но если тот, допустим, с кем вы живете, вами не живет, то тогда эта зависимость, и кроме негатива, ущемления ваших интересов, значит, вам это ничего не принесло. К сожалению. К сожалению, вам это ничего не принесло. Вот примерно так можно ответить на ваш вопрос. Вопрос довольно общий, и я надеюсь, я вам помог немного добраться. А если вам мой ответ понравился, сделайте его, пожалуйста, лучшим. Буду благодарен очень. Пока желаю вам всего доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok